Всем привет, мои хорошие! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я снимаю мукбанг с роллами. Роллы у нас по традиции от Епоши. Этот огромный сет, который состоит из 70 роллов, сейчас у них на скидке. Этот сет стоит всего 29,90. Он предназначен для 4 персон. И сет называется Акция. Один раз этот сет, кстати, у меня был очень давно, наверное, года 2 назад. Тогда тоже у Епоши заказывала. И, в общем, мне кажется, это один из лучших их сетов. И до конца мая вы можете его заказать со скидочкой. Мой любимый ананас высок, заканчивается. Вот только до конца мая вы можете приобрести этот сет по специальной цене. Это 29,90. За 70 роллов. Я считаю, что это обалденная просто цена. Плюс еще роллы, кто пробовал, у них они очень вкусные. Достаточно крупные. Я не знаю, сколько доставок я не пробовала. Больше всех я люблю Епоши. И заказываю только у них. Не только для видео непосредственно. А я могу просто вот обычный день, хочу заказать, например, роллы, всегда беру у них. Здесь в сете у нас, значит, Калифорния, Филадельфия. Сейчас я опять скажу неправильно, меня в комментариях будут исправлять. Почему меня исправляют те люди в этой сфере и хорошо разбираются? Все остальные, мне кажется, не очень разбираются. В общем, здесь у нас Бонита, запеченные и с шапочкой. Но я могу что-то путать. И, кстати, вот здесь три ролла у меня не поместилось. Я их положила вот сюда. Будем их тоже отсюда брать, потому что я уже не знаю, как их размещать. В принципе, я могу разместить их на стол, но тогда картинка будет не такая классная. Поэтому давайте приступим. Если вы тоже кушаете, приятного вам аппетита. А ссылку на этот сет я вам обязательно оставлю в описании под видео. Вы можете перейти на инстаграм Епоши и заказать себе такой прекрасный сет. По очень приемлемой и вкусной цене. Вот давайте начнем. Вот мои любимые вот эти вот. Они прям горячие. Как раз мне привезли. Я сегодня распаковку шейн снимала. Я хотела встать рано, снять распаковку шейн, потом снять роллы. И вообще я успела абсолютно все, как и планировалось. Я сняла распаковочку. Как только я закончила снимать, мне сразу позвонили и сказали, что роллы уже внизу. То есть, знаете, иногда встаешь рано, но как-то медленно двигаешься. А я сегодня, несмотря на то, что стало поздно, поставила будильник в 7. Но не смогла в 7 встать. А потом так оперативно, быстренько все сделала. Вообще, чтобы много успевать, для меня лично, надо просто быстрее двигаться. Не то, что вставать раньше, сократить свой сон, сократить время пребывания в телефоне. Просто надо... Нет, хотя с телефоном я согласна. То есть, сократить время в тиктоке, это обязательный момент. Очень вкусно. Прям очень. Филадельфия какая классная. В общем, я вчера решила, что я просто буду рано вставать и в 6 заканчивать все свои дела касательно Ютьюба. И после 6 уже быть свободна, как будто я где-то работаю. То есть, распределить свой день так... Как будто я действительно где-то работаю, чтобы быть более продуктивной. Потому что я постоянно себя ругаю. Я просто вспоминаю времена, когда я снимала по 3 видео в день. Кто подписан на меня давно, тот помнит. Но тогда, естественно, и заработки на Ютьюбе были другие, не такие, как сейчас. Вот кто бы что ни говорил, все-таки деньги, они мотивируют. Как бы ты не любил это дело. И огромная мотивация была. И огромное желание. У меня была цель. Мне хотелось купить квартиру, вы знаете. И откуда-то силы были снимать по 3 видео в день. Ну, опять же, такого, чтобы я себя заставляла, нет. Просто мне, когда в жизни бывают какие-то проблемы, я вот не могу снимать. Хоть мне хочется, но у меня вот нету настроя. Я не могу сосредоточиться. Вот я не могу себя заставить. Не потому, что мне лень. А просто в жизни происходят какие-то тяжелые моменты. Вот тогда у меня вдохновения абсолютно не бывает. Когда что-то хорошее происходит, то есть с удовольствием. А когда что-то плохое, такое неприятное. Вот у меня просто мотивация становится ноль. Хотя психологи, наоборот, рекомендуют, когда у вас в жизни сложные моменты, нужно уходить в работу, заниматься чем-то, как-то отвлечься. Но у меня это не особо работает, если честно. Я не могу отвлечься. Вот мне надо выстрадать. Очень вкусно. Реально очень вкусно. Некоторые меня спрашивали в комментариях, окупается ли сейчас, после санкции, мой канал. То есть выгодно ли мне вообще снимать видео. Не буду врать, скажу честно. Канал окупается. Даже что-то остается. Когда ты любишь это дело, ты даже готов за меньшие деньги выполнять то же самое. И вот если мой ребенок, например, в дальнейшем скажет мне, что мам, я хочу стать, не знаю, блогером, я скажу, что это отличная идея. Занимайся. Если тебе нравится это, пожалуйста. То есть поддержу обязательно. Многие почему-то этот род деятельности воспринимают как-то несерьезно. Есть каналы, где работают целые команды просто. Это для них работа, понятное дело. Вчера у меня был свободный день, так скажем. Я ничего почти не делала. Потом сегодня себя прям корила. Точнее даже вчера вечером уже себя корила. Так всегда у меня бывает. Зашла на сайт Colourpop. Там скидки на палетки теней. И как только я вижу скидки, я уже не смотрю на цветовую гамму этой палетки. Как только я вижу скидку, все, мне хочется купить. И там у них получается бесплатная доставка с 50 долларов. То есть если ваш заказ больше 50 долларов, вы получаете абсолютно бесплатную доставку по всему миру. У меня просто один вопрос к моим подписчицам, не знаю, к знакомым своим. Зачем перекупать эту же косметику по бешеным ценам у перекупщиков? То есть здесь эта же косметика стоит в два раза дороже. Там даже без учета скидок, получается, очень даже бюджетненько. Можно заказать и все придет. Я заказывать не стала, еле удержалась. И вы знаете, как будто интернет чувствует, что я хочу сделать. Я зашла в тикток, и там девушка рассказывала о красных флагах в отношениях. Если у девушки нормальная самоценка, чего она точно делать не будет. Я после просмотра колор-попа зашла. И там один из первых пунктов было, если девушка покупает очень много декоративной косметики, которая просто лежит нетронутой, это значит, что у нее нездоровая самооценка. И наоборот, если у девушки очень малой косметики, она вся затертая, она с удовольствием ею пользуется, и прям вот такая грязная у нее косметика, это наоборот говорит о том, что... То есть я точно не помню дословно, как она сказала, но суть заключалась в том, что... То есть если девушка пользуется тем, что у нее есть, и не покупает слишком много, это говорит о ней хорошо. Я такая, стопэ, не берем. Ананасовый сок закончился, дальше переходим на колу. Реально очень много роллов. Давайте один из этих возьмем какой-то. Вот этот, например, с сыром. Я обожаю просто с сыром. Очень вкусный. Кстати, насчет скидок еще такой момент был. Мама однажды шла по улице и просто, по-моему, гуляла или что-то, но в руках у нее ничего не было. И, в общем, к ней подбегает мужчина и говорит, у меня очень сложная ситуация. Я сейчас срочно должен уехать. У меня был магазин с постельным бельем. И сейчас мне нужно срочно продать по закупочной цене. Вы бы не могли купить один из этих комплектов. Я не знаю, я вам рассказывала или нет, но мама, естественно, добрая душа, решила посмотреть. И, в общем, за 50 монат она купила один комплект. Мама говорит, вау, так дешево, классно. Я в целях экономии с домами говорю, что покупаю в тех магазинах, где можно расплачиваться карты. Потому что у меня за обналичивание дополнительная комиссия. Мне выгоднее, когда мама расплачивается именно карточкой. Ну, в общем, мама с этим комплектом приходит домой, такая счастливая. Я сразу поняла, что этот комплект, ну, недорогой. Возможно, изначально его цена как раз-таки 50 монат. А мама в своей голове думает, что она купила супердорогое постельное белье всего за 50 монат. Мое удивление, когда я ходила на лазер спустя где-то через месяц, а там просто была очередь. Пока там очередь, я решила немножко пройтись по магазинам. И там просто этажом ниже продавалось постельное белье. Я вообще туда зашла не с этой целью, чтобы посмотреть, сколько стоит это постельное белье. Я просто хочу для своей кровати, вы знаете, что у меня там покрывало серое. Я хочу ярко-розовое, чтобы подходило под мои обои и вообще под атмосферу. Одеял тоже уже старый, его уже менять надо. Я зашла в магазин и увидела это же постельное белье за 22 моната. Вообще сложно найти постельное белье за 22 моната, то есть это супер просто дешево. И понятное дело, что это постельное белье одно из самых дешевых просто, дешманских. И вот сейчас оно все в затяжках, один раз постирали в ужасном просто состоянии. То есть суть в чем заключалась? Суть в том заключалась, что этот мужик просто обманул. Типа у него был магазин, типа у него остался товар. Если бы действительно у него был магазин остался товар, и он хочет по закупке кому-то продать, он бы мог продать своим конкурентам ниже закупочной цены и просто получить свои деньги. Поэтому, мои хорошие, не ведитесь на такие уловки. Ну там сумма проигрыша была небольшая, то есть 50 монат это 30 долларов. Ну и бог с ним. Но все равно в следующий раз надо быть аккуратней и не верить всему, что люди вокруг нам говорят. В общем, я поела. Было очень-очень вкусно действительно. А вы в свою очередь обязательно переходите, заказывайте, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.